здравствуйте уважаемые зрители в одном из фильмов я изготовлял вот такую вот стрекозу имитацию и мне многие мои друзья задали вопросы товарищи что делать когда нет возможности подобрать вот такие крылышки решил с вами в этом фильме поделиться как изготовить крылышки практически под любую сухую мушку для этого нам понадобится минимум товар материала вот у меня остаток упаковочки от карты памяти беру я ножницы и вот допустим у меня имеется вот такие остатки вот перья мне необходимо вот для моей мушки которую я вам показал наподобие подготовить крылышки изготовить повторяю крылья можно абсолютно любые какие только вы захотите для этого мы берем отрезаем почему я беру именно этот картон картон должен быть не проклеенный много вернее как сказать более правильно картон должен быть не рыхлый достаточно крепкий для того чтобы процессе обжига существуют разные формы для крылышек но я значит для себя изготавливает а все сам я беру отрезаю вот такую вот полосочку приблизительно мы потом все это подровняем с вами берем складываем пополам сложили пополам почему именно так потом вы все поймете сами вот величина крылышек примерно у нас будет составлять сантиметра четыре давайте так чтобы это было для вас хорошо видно мы сразу здесь же нарисуем форму крылышка значит обрисовываю форму крылышка нашего нарисовали доходим вот до этой точки оставляем ее прямоугольную мы с вами потом это все подправим есть контур нанесли сразу не надо рисовать с одной другой стороны плотно держим и подготовим для себя это как нам необходимо подрезаем аккуратно так чтобы края у нас выходили достаточно ровненькими подрезали если на у вас вот как вы видите они у нас готовы как вы видите допустим у меня вот с двух было вставок это даже не страшно я забираю одну из вставок которая у меня была здесь всклейки нам хватит от вот этой вот толщины картона теперь самое основное по центру разворачиваем и делаем отверстие прокалываем шилом отверстие почему вы сейчас все поймете я в процессе все 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 вам расскажу проткнули теперь берем наше перо вот оно у нас оборвано иногда при вязании остаются вот такие вот остатки которые жалко выбрасывать но они потом у нас пригодятся вставляем в наше отверстие вставили закрываем нашу матрицу если ее так можно назвать вставили теперь смотрите как вы видите вот я покажу более подробно здесь у нас кончик и здесь кончик мы благодаря этому отверстию будем с вами центрировать перо для того чтобы она у нас была ровненькая подтягиваем к тому месту где мы будем все это обжигать поджигать подвели не забываем следить за тем чтобы наша наш центр никуда не уходил подобрали распушили наше перышко за центрировали с одной стороны и здесь и теперь можно взять потому что это перо у меня достаточно длинная я беру вот так слегка не доходя 23 миллиметра до края для чего это нам нужно для того чтобы меньше было сгоревших частей которые нам потом будут мешать арочки наши убрали теперь берем зажигалочку желательно зажигалочку брать на у меня под руками просто турбинка но желательно брать зажигалку которая вот видите раз мы прошлись по краям готова теперь смотрите никакого труда не составляет нам плотно держать держим плотно вот так держим плотно и начинаем в это вытаскивать наше перо вытащили наше перо как вы видите наше перо приобрело другую форму приводную для крылышка в то же время она сохранила у нас нашу нашу форму для того крылышко который которая нам необходимо сделать вот пожалуйста посмотрите я вам покажу если приложить как раз пойдет нам для также делаете вторую пару проблем не возникает никаких при изготовлении для крылышек веснянок поденок стрекоз кого угодно и что самое интересное вот обратите внимание если мы будем обрезать у нас края края получится не совсем ровненькие а здесь вы видите как раз все хорошо и в момент протаскивания мы как раз вот все у нас осталось вот здесь вот все обгоренки огоревшие все осталось здесь поэтому повторю еще раз вырезаем форму сделали отверстие вставили перо вот частности второе перо еще такое же вставили отцентрировали если она сильно вот такое лохматенько отрежьте можно ну можно не отрезать если это вы будете делать на улице и обслалить она обсмаливается аккуратно я изначально взял очень неудобное перо которое значительно с толстой грубой осью и как вы видите у нас все получилось но если вы будете брать перышки у которых допустим как вот такое гризли обломанная будет здесь вы видите достаточно тоненькая сама ось и вам значительно легче будут проводить подготовку нашего пера если вам что-то непонятно пожалуйста на моем канале задавайте вопросы с уважением до свидания